Здравствуйте! Сегодня с нами врач мануальной медицины Сергей Владимирович Дубровский. В интервью пойдет речь о различных техниках массажа, способах поддержания здоровья и долголетия, а также других интересных фактах и событиях из жизни нашего замечательного собеседника. Здравствуйте, Сергей Владимирович! Здравствуйте! Расскажите немного о себе. Почему и как вы стали доктором? Да, все мы родом из детства. В детстве я болел, был болезненным мальчиком. Потом стал заниматься спортом. И вот занимаясь легкой атлетикой, я стал выписывать журнал «Легкая атлетика», где в конце все время печатали уроки по массажу. Как можно самому себе помочь при травмах, при болях в мышцах. Я стал это использовать на себе, стал применять это к себе и постепенно это стало заполнять больше и больше в моей жизни время. А кроме того, на меня оказало влияние, большое влияние, ряд таких советских книг, вот как был Юрий Герман, написал трилогию «Дорогой мой человек, я отвечаю за все», и «Дело, которому ты служишь», о докторе Устеменко. Мне захотелось быть похожим на этого человека. Потом была книга Шамякина «Сердце на ладони» и ряд таких книг, которые, в общем-то, побудили меня стать доктором и оказывать помощь людям. Для кого написана Ваша книга? Можно ли рассказать о ней поподробнее? Книга – это конспективное изложение курса по массажу, по мануальной терапии, висцеральной мануальной терапии. Сначала это была небольшая методичка страниц 90. Появилась она очень странно. У меня были конспекты, я преподавал уже слушателям, а диктовать некогда было, было время, жалко было времени, поэтому я торопил их. И материал этот не диктовал. Тогда студенты подошли ко мне, дайте ваши конспекты. Они скопировали эти конспекты, и я увидел, что это очень хорошее подспорье. Из этого, в общем, немножко эти конспекты причесал, обработал, и получилось методическое пособие. И так, от курса к курсу это пособие обрастало материалом, содержанием, а потом и рисунками. И так появилась вот большая книга, где эта книга состоит из трех частей. Сначала 220 страниц. Вот эта книга. 220 страниц посвящено массажу. Вторая часть посвящена мануальной терапии позвоночника, мышц и суставов. А третья – мануальная терапия внутренних органов. Это все преподавалось на курсах. Здесь очень кратко, очень схематично. Здесь нет избыточности информации, так как конспект должен быть кратким, но довольно емким. Здесь много методик, много подходов и хорошее подспорье для студентов. Для кого снят учебный фильм «Техника массажа»? Это уже не первый фильм в моей практике. Первый фильм был сделан еще в 91-м году. Потом мы сделали более серьезный фильм в 93-м году. Был фильм 97-го года. Этот фильм, вот этого года, мы просто новое качество, новые условия, новые требования. Мы сделали для тех, кто собирается обучаться массажу. Все-таки сегодня возможность компьютерного, самостоятельного изучения материала. И мы сделали так, чтобы человек самостоятельно мог, посмотрев урок, прочитав книгу, потом проведя практическое занятие со своими близкими, мог бы освоить этот материал. В общем, мы сделали так, чтобы этот материал смог освоить любой, желающий изучить массаж. Какие еще фильмы Вы планируете? Особо планировать не приходится. Хотелось бы мне переснять фильм по мануальной терапии. Это тоже, в общем, непростой фильм. Ну и, конечно, фильм висцерально-мануальная терапия. Или мануальная терапия органов живота, органов таза и грудной клетки. Расскажите про очные учебные курсы, где Вы обучаете массажу и мануальной терапии. У меня есть директор, который собирает людей, организует рекламу, занимается списками этих людей. Когда группа набирается, вот очередная группа ожидается в сентябре. И мы проводим на арендованных территориях, проводим эти занятия. Как правило, это 20 учебных занятий по 4 академических или 4 астрономических часа. Планируете ли Вы применение дистанционных образовательных технологий для передачи своих знаний и опыта? Вот это наиболее современный подход. Я думаю, что это позволяет намного расширить аудиторию. И даже человеку, которому живет далеко от Москвы, спокойно, взяв этот материал, занявшись самостоятельно, мог бы освоить такую хорошую, полезную методику, как массаж. Каждый ли человек сможет научиться массажу, или для этого нужны определенные природные данные? Ну, это как в любой профессии. Все могут научиться играть на каком-то инструменте, но в какой степени, на какого уровня они дойдут. Это уже зависит от упорства и, конечно, таланта, и любви к этому процессу, и к этому занятию. Поэтому, в какой степени человек заинтересован, насколько глубоко он хотел бы изучить эту тему, я думаю, что освоить может каждый. Особого дарования, какого-то специального дарования, как в музыке или там в рисовании, массаж не требует. Требует просто быть внимательным, чутким, и хорошо владеть руками, как инструмент. А как быстро можно освоить технику массажа? Довольно быстро можно. Если изучать ее правильно, если правильно, педагогически правильно все поставлено, то технику массажа, в конце концов, можно полностью освоить за неделю. Но совершенствованию техники нет предела. Поэтому технику можно совершенствовать всю жизнь. И я до сих пор какие-то элементы, какие-то навыки отрабатываются, совершенствуются. Уже больше 40 лет этим занимаюсь. Думаю, что любой человек, кто занимается массажем, у него нет предела для совершенства. В чем уникальность массажа? Во-первых, это не медикаментозная часть медицины. Самое главное, она обращается к самой системе организма. В организме уникальная есть особенность, способность саморегуляции и самокоррекции. Массаж позволяет воздействовать на организм таким образом, чтобы вызвать эти защитные механизмы и мобилизовать резервы организма. Собственно, не массаж сам лечит, а вот та реакция, которая возникает во время массажа и после массажа. Организм реагирует благодаря каким-то рефлексам, и на эти рефлексы отзывается, отвечает. И вот это является самым главным лечебным фактором. Мобилизуя, еще раз повторюсь, резервные и защитные механизмы. Как отличить качественный массаж от имитации? На самом деле это легко. Имитацией является все то, что человек делает привычно и стандартно, однотипно, никогда ничего не меняя. И можно увидеть, что если человек массажист, который называет себя человек массажистом, который делает одно и то же всем, и делает одинаково, то это скорее именно имитация. массаж настолько разнообразен, настолько многообразен, что каждый раз массажист может придумывать и дополнять какие-то элементы, которые позволили бы эффективно воздействовать на организм, вызвав соответствующую реакцию. Методик очень много, и именно на этом основано массажное воздействие. Потому что человек очень быстро, организм адаптируется к привычному воздействию. Кроме того, имитацией является все то, что связано с упрощенными, примитивными движениями. В массаже есть сложные движения, есть сложные приемы, которые требуют ловкости, навыка, умения, умения рационально тратить свои силы и разумно использовать все то время, которое отпущено на массаж. Я, например, не люблю массаж, который делают только на масле. Приезжаешь в любой санаторий или в какой-нибудь дом отдыха, тебя намажут маслом и активно-активно там растирают тебя на этом масле. Так я называю такой гладиаторский метод массажа. На самом деле эффективность такого массажа невелика. Поэтому еще по этим признакам. Потом еще сам клиент, пациент, он тоже ощущает воздействие массажиста. И как он себя чувствует, насколько ему комфортно, не раздражает ли эти прикосновения этих рук. Они приятны и даже они могут быть и чувствительны, но они все равно вызывают ту ответную реакцию, которую можно назвать позитивной и положительной. Поэтому если самому пациенту неловко, неудобно, и он чувствует дискомфорт на себя, то уже можно сказать, что это не вполне нормальный массаж. – Как и где найти хорошего специалиста? – На самом деле сегодня найти хорошего массажиста не так просто. В силу того, что, может быть, не так учат, как должно. Слишком много примитивизма, упрощенности. И человек заканчивает курсы, и после этих курсов, когда его спрашиваешь и покажи, что ты умеешь, он умеет только делать хорошо поглаживание. Массаж не одно только поглаживание. Это много разных элементов, много разных приемов, технических способов, возможностей сочетания этих приемов. Когда человек умеет сочетать несколько приемов одновременно, то это позволяет увидеть и понять, что человек разбирается в массаже. На самом деле, как найти? Услышать от знакомых рекомендации. Сарафанное радио – лучшая рекомендация. Потому что даже придя в дорогой салон, вы можете не получить полноценного и качественного массажа. Или в какой-нибудь клуб фитнес. Поэтому все зависит от и отличных отношений, и опыта. Ну и той рекомендации, которую, в общем-то, вам может подсказать знакомый, приятель. Сергей Владимирович, что должен и чего не должен испытывать пациент во время массажа? Человек не должен испытывать резкой и неприятной боли. Массаж может быть чувствительный, массаж может быть даже где-то… Но он должен быть переносимым. Особенно это связано с какими-то болезнями. Если это гигиенический и оздоровительный массаж, то, конечно, человек должен испытывать только удовольствие и ощущать пользу от того, что ему делают. Человек не должен… Ему должно быть удобно. Его тело не должно раскачиваться, его не должны толкать, его сотрясать, чтобы это вызывало какое-то раздражение. Массаж должен быть настолько ритмичным и цельным, чтобы один прием переходил в другой, чтобы не было такого рваного ритма. Когда пациент ощущает, что массажист прекратил движение, потом опять их начинает периодически, переходя с одного места на другое, это вызывает раздражение, и это нет целостности ощущения. Но самое главное, конечно, человек не должен испытывать неприятных, болезненных и таких толкающих движений на его тело. Когда вот делают особенно шейно-воротниковую зону, то, конечно, движения должны быть ритмичными, плавными, и все время руки массажиста должны прикасаться и держать тело пациента в руках. Расскажите поподробнее, чем обусловлено применение и не применение масла в массаже? Есть методики, в которых масло, безусловно, необходимо. Так, например, как баночный массаж, как линейный массаж. Но это вот специфические, специальные приемы массажа. А постоянно использовать масло даже ухудшает качество массажа, потому что масло не дает четко ощущать тело пациента. И когда мы хотим хорошо проработать глубокие ткани в мышечных слоях, то масло только мешает этому. Поэтому масло используется в специальных необходимых техниках и методиках. Во всех остальных случаях нужно работать просто рукой, потому что глаздить, или я еще так говорю, елозить по телу на масле, это неэффективно и не очень полезно. Какие Вы различаете виды массажа, и как часто можно делать массаж? Ну, массаж можно делать каждый день. Виды, конечно, очень важны. Лечебный массаж, очень важен. Здоровительный массаж, гигиенический массаж, массаж косметологии. Ну, почти каждый день человеку приходится сталкиваться с какими-то элементами массажа. Ушиб, ударил руку, ногу, тут же потер. Это тот элементарный бытовой массаж. Когда человек принимает душ и растирает тело мочалкой, тоже своеобразный массаж. Поэтому массажа много не бывает. Другое дело, что если он носит целенаправленный характер, если это лечебный массаж, то он должен быть не так частым. Иногда достаточно один-два раза в неделю. В сложных заболеваниях в начале процедур может быть сделать несколько сеансов подряд, а дальше пролонгировано на протяжении определенного времени, в течение месяца, полутора месяцев, регулярно выполнять массаж. Так гораздо больше пользы, чем сделать 10, 12 или 15 сеансов подряд. Эффективность массажа будет не столь высокой, какой хочется. Поэтому лучше сделать 2-3 процедуры подряд, а дальше уже пролонгировано один-два раза в неделю, для того, чтобы получить лечебный эффект. А здоровительный эффект можно массаж использовать почти каждый день. Можно делать в один день один ветмассаж, допустим, какой-то день сделать классический массаж, линейный массаж, можно сделать точечный массаж в какой-то день, можно в какой-то день использовать баночный массаж. Массажа разновидностей много, и каждый раз можно использовать, несколько меняя методику, и тогда массаж будет эффективен и полезен. Может ли массаж помочь при наиболее часто встречаемых простудных заболеваниях? Массаж вообще уникальная система. Она мобилизует защитные резервы и защитные механизмы, повышая тем самым резистентность, повышая иммунитет человека. И массаж при многих заболеваниях полезен и показан. Когда меня спрашивают, что лечит массаж, я говорю, от А до Я. На самом деле, в некоторых заболеваниях массаж имеет прямое отношение, как, допустим, при травмах, при утомлении, а в некоторых заболеваниях массаж имеет косвенное воздействие, но все равно повышает циркуляцию крови, лимфы в организме, тем самым активизируя процессы обменные. И самое главное, это ответ от центральной нервной системы. Когда мы получаем мобилизацию резервных сил организма, тогда любое заболевание протекает быстрее, и организм восстанавливается быстрее и активнее. Многие люди страдают от головной боли. Может ли массаж помочь им и как? У головной боли много причин. Можно так сказать, три группы основных причин. Это неврологические боли, это боли, связанные с интоксикацией, когда неправильно работает желудочно-кишечный тракт. Боли могут быть связаны с сосудами. И в любом из этих видов нарушений массаж показан. Только нужно выбрать правильную методику. Есть методики, например, точечный массаж при головной боли, который эффективно справляется с неврологическими болями. При сосудистых нарушениях мы также можем использовать соединительно-тканные методы массажа, баночного массажа, линейного массажа, ну и точечного можно использовать. Во всех случаях просто нужно знать механизм поражения, повреждения, механизм заболевания и причина этой головной боли. И тогда выбрать ту или иную методику, которая позволит эффективно с этим справиться. Но то, что массаж при головной боли, при мигрениях, при эффективен, здесь я могу только утверждать и говорить «да». Единственное, надо знать, какие методики применять и какие методики использовать. Можно ли делать массаж, когда человек болеет? Ну, ждать, когда он выздоровеет, было бы очень неправильно. На самом деле, во время массажа можно помочь человеку активизировать его процессы борьбы с болезнью. Ну, вот, например, при тех же простудных заболеваниях, если вы выполните плантарный массаж или массаж подошвенной части стопы, тем это очень эффективным будет и полезным для восстановления, скорейшего восстановления здоровья. Ну, вообще, рефлекторный массаж показан при многих заболеваниях. Опять же, от А до Я. Массаж, точечный массаж, разновидности восточного массажа, сегментарно-рефлекторный массаж с учетом воздействия на отдельные участки, и сегменты человеческого тела, мы можем получить эффективное воздействие при многих-многих заболеваниях. В каких случаях нельзя делать массаж? Такие случаи есть, когда на самом деле человек очень утомлен, находится в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, когда у человека есть какие-то серьезные кожные заболевания, нарушения, и обширные кожные заболевания при высокой температуре. Но вообще-то, при высокой температуре, если воздействовать на несколько точек, можно это помочь организму справиться с этой высокой температурой. Поэтому это решение о том, применять массаж в том или ином случае, решает специалист, врач, массажист, который знает, может он помочь в этом случае. Если он может помочь, значит, он пытается это сделать. Но во всех тех случаях, когда не знаешь, что делать, тогда, конечно, массаж лучше не применять. Как Вы относитесь к увлечению восточными видами массажа и гимнастики? Мне они самому тоже нравятся. Я принимаю эти методики. Единственное, я не принимаю их метафизическую концепцию, их объяснение, философию воздействия этого массажа. Но как вид рефлексотерапии, как технический вид, он очень эффективен и очень полезен. Я отношусь к восточным методам массажа как к виду рефлексотерапии, не учитывая там те правила и трудности, о которых пишут восточные специалисты. Они начинают говорить об энергиях, инь-янь, о правилах циркуляции этой энергии, движения этой энергии в нашем организме. Вот эти вещи можно, метафизические концепции, эти можно оставить, но отнестись к массажу как к виду рефлексотерапии. В чем заключаются основы здоровья и долголетия? Это большая тема и серьезная тема. Человеку не так много нужно делать в своей жизни, чтобы быть здоровым, но все равно делать что-то нужно. И я думаю, у любого человека есть представление, что есть вещи вредные, неполезные, а есть вещи необходимые. Странно так себя человек часто ведет, что неполезные вещи ему приятнее и интереснее, чем те, которые необходимо делать. Вот я всегда говорю о четырех основах, четырех опорах здоровья. Сравнивая это с опорами на стол, на стул, вот на четырех ножках находится стул. Вот четыре опоры, для того, чтобы так было удобнее запомнить. И они имеют равное значение, эти опоры. Это не значит, что одна опора более важная, другая менее важная. И вот об этих опорах. Я, кстати, на моем сайте, там у меня есть лекции перед студентами, я рассказываю об этом. Можно там более детально, там около четырех часов лекций на эту тему. Итак, первая опора, хотя я говорю, приоритет не имеет равное. У человека должно быть правильное мышление, позитивное мышление. Беспокойство, тревоги, заботы, бесконечные напряжения. Все это, как психосоматика, срабатывает и разрушительно на организм человека. Возникают зажимы, блоки в мягких тканях, в мышцах тканей, нарушают циркуляцию жидкости в организме. Здесь о мышлении можно о многом, тут еще как бы подробно можно говорить. Вторая опора и вторая нога – это движение. Пока у человека есть руки и ноги, он должен двигаться, должен быть активным. Либо физически работать, если нет такой возможности, тогда он должен заниматься физкультурой, какими-то специальными упражнениями. Туризму, прогулки. Вот это все виды движений. Зарядка, гимнастика, специальные какие-то упражнения. Третья – здесь много, целая школа разных упражнений, разных подходов, физической культуры разные. Третья опора – это у нас водный режим и питание. Здесь тоже есть 12 принципов питания и водного режима. Питание должно быть простым, но оно должно быть построено на определенном уровне. Ну, например, первое из первых условий должно быть овощи, фрукты, ягоды, зелень, семечки, орехи должны составлять чуть ли не 70% пищи человека. В то же время все фастфуды, все продукты, которые долго хранятся, они очень пригодны для питания. И ими пользоваться нужно как можно реже. Если говорить о белковой продукции, то здесь на первом месте должна быть рыба, потом птица, потом красное мясо. И совсем немного должно быть углеводов, небольшом количестве. Те углеводы, которые мы получаем из фруктов, достаточно. А вот зерновые, хлеб, хлебные, зерновые изделия, вот это каша всякие, вот это третий компонент. Но что очень важно, что, вот как бы главный принцип, никогда не переедать. Любой прием пищи не должен сопровождаться перееданием. тщательно пережевывать пищу, не глотать непережеванные куски, это очень важно. Должно быть разнообразие в питании. Нельзя делать больших перерывов между приемами пищи. Когда человек делает большие приемы, больше 4-4 часов, разрыв между приемами пищи, возникают другие проблемы. Возникает застой желчи там, ухудшается секреторная и моторная функция желудка, кишечника. Иногда я говорю, что нужно, особенно детям, дети должны кушать один раз в день, с утра до вечера. Ну, понемногу. И разнообразно. Не обязательно сидеть за столом и питаться там, и съесть 3 или 4 блюда. Это, можно так сказать, о вреде здорового, питания. На самом деле, количество пищи, которое человек должен употреблять за раз, это то количество, которое входит в объем этих двух ладошек. Потому что это наш размер, нашего желудка. Когда мы съедаем гораздо больше, то мы растягиваем желудок и ухудшаем его работу. Вот. И вода. Очень важный компонент, очень важный. Ни чай, кофе, ни другие напитки, ни шипучие напитки, ни газированные напитки. А вот именно вода, чистая вода. Обратите внимание, что с годами вода становится все дороже, чистая и качественная вода все и дороже, дороже продается. потому что доступ и количество чистой и качественной воды все меньше и меньше становится. Нормальному взрослому человеку нужно выпивать 30 миллилитров воды на килограмм веса в сутки. Это минимальная норма. Но во время жары, во время того, как человек занимается физкультурой, тратит, когда активное потоотделение, тогда потребление воды может увеличиваться от 40 миллилитров на килограмм веса. Вот и подсчитайте. 50 килограмм человек весит, это минимум. Человек должен выпивать полтора литра воды в сутки. Но это не значит, что это за 2-3 раза. Это в течение суток капельно нужно орошать свой организм. 2-3 глотка выпивать и так в течение часа 2-3 подхода может быть к этой воде. Очень важно вот это соблюдать водный режим. О питании и о воде можно еще более детально и тщательно говорить и о качестве этих продуктов. И четвертая опора это гигиена санитария. Что сюда входит? Режим сна, режим отдыха, пребывание на свежем воздухе, водные процедуры. И все это нужно человеку соблюдать. Если он нарушает эти принципы, все эти 4 опоры в той или иной степени, то постепенно здоровье его расшатывается. Природа отвечает за здоровье человека до какого-то момента. Можно так сказать до 20 лет. А после 20 лет человек должен приобретать здоровье и зарабатывать его. Можно так сказать, мучить себя физкультурой нужно до конца дней жизни. Соблюдать принципы и правила водного режима и питания до конца своей жизни. Мышление, ну как раз мы знаем, что долгожители и те, кто долго живут, люди с правильным и позитивным мышлением, с определенным складом характера. Но характер, он формируется, его нужно создавать. Это нужно создавать позитивные привычки. А повышенная тревожность, мечтательность, воображение, которое может уводить человека в крайние какие-то сферы, вредны для его здоровья. Вот, собственно, четыре опоры здоровья. Соблюдать, создать это как форму и образ жизни, поведение, как привычку, это будет поддерживать человека здоровым, активным. Это не значит, что он не будет болеть, может и возникать какие-то сбои в организме. Я хочу сказать, что вообще болезнь для человека это благо. Как в некотором мире, если бы человек не болел, организм бы незаметно разрушался и погибал. Болезнь это защитная реакция тоже на неблагоприятные факторы внешней и внутренней среды. Поэтому как к этой болезни отнестись? Можно ее консервативным способом лечить, а можно активным способом лечить. Можно таблетками погасить какой-то очаг заболевания, а можно за счет естественных условий помочь организму выйти из этого победителем. если организм выйдет из этой болезни победителем, то он становится сильнее и крепче. Если же мы начинаем использовать медикаментозное вмешательство активное, то организм только ослабевает. И в следующий раз это заболевание наступит раньше и оно будет проходить уже более неприятными такими переживаниями. Поэтому болезнь благо, только как к этому отнестись. Болезнь это предупреждение, что какие-то перегрузки в организме, человеку нужно остановиться. В конце концов, болезнь на самом деле человека останавливает, заставляет его на какой-то момент сделать перерыв в своей жизни, передохнуть. Взрослый человек при переутомлении очень легко заболевает респираторными заболеваниями, какими-то вирусными заболеваниями, легко поддается им. Вокруг нас очень много всяких патогенов и вирусов, но когда организм способен защищаться, если у него иммунитет и резистенция реакция организма эффективна, то он это игнорирует и пропускает, и не заболевает. Но как только он ослабевает, как-то он переутомляется, так эти патогены активно проникают в организм человека. И они начинают проявляться в виде болезни. Поэтому болезнь в какой-то степени для нас инструмент, с помощью которого у нас Господь или природа пытается остановить и сказать передохни, сделай выводы. Какова роль зарядки, фитнеса и вообще физической культуры в сохранении здоровья? Ну, большой серьезный вопрос. Я уже говорил, что это одна из опор. Единственное, нужно понять одну вещь. Недостаток движений плохо, но и избыток и перегрузки тоже плохо. Между ними какой-то должен быть баланс. В спорте есть, в спорте особенно высших достижений, есть вещи не очень полезные. Все-таки организм, когда находится в перегрузках, это изнашивающие нагрузки для систем и функций организма. Поэтому нужно уметь в спорте восстанавливаться, вести правильный образ жизни, который бы позволил активнее восстанавливаться после больших нагрузок. И нужно тщательно готовиться к этим нагрузкам. Должна быть хорошая общая подготовка, так называемая общая физическая подготовка. Спортсмен должен разнообразно быть физически развитой, чтобы достичь какого-то результата в одном из видов. Ну, а зарядка всегда полезна, всегда необходима. Занятия в залах, как сейчас новомодно на различных тренажерах, ну, можно так сказать, если это грамотно, если это с учетом всех этих нагрузок, тогда это полезно. Но если это без особого порядка, без особого учета этих нагрузок, то может и нанести тоже вред. Если мы совершаем какую-то физическую нагрузку, очень важно вести учет этой нагрузки, чтобы знать динамику, когда нагрузку эту прибавить, когда ее нужно уменьшить. Не только самочувствие человека является главным критерием, но и есть принципы и правила, есть целая наука, которая называется теория методика физического воспитания, где точно и четко расписано, как развивается сила, как развивается выносливость, как развить скорость, быстроту движения, как развить ловкость, гибкость. на самом деле есть правила, есть педагогические некоторые из этих правил, например, одно из важнейших правил систематичность, второе правило, или регулярность, второе правило постепенность, постепенность повышения нагрузок с учетом своего физического состояния. И третье правило важно не перегрузиться, не переусердствовать, не работать все время на преодолении, соревноваться с самим собой или с соперником не всегда полезно. Надо учитывать все-таки и возрастные возможности, и условия, в которых человек занимается. Поэтому нагрузку нужно регулировать. Ну, могу так сказать, если хотите пожить качественно и подольше, держите мышцы и связки гибкими и эластичными. важна не так сила этих мышц, а способность их и сокращаться, и расслабляться. В покое мышца должна быть расслаблена, а когда она выполняет нагрузку, она должна сокращаться. Вот качественная мышца, которая сохраняет такие качества. С одной стороны, она расслаблена, когда это необходимо, а с другой стороны способна сократиться. Она должна быть гибкой, эластичной. У меня на сайте есть комплекс упражнений, который называется «Универсальный комплекс против нарушения осанки и боли в спине». Построено на простых элементарных движениях, спиральном повороте туловища. Все упражнения выполняются лёжа. Там я показываю пять циклов, пять разных условиях, в которых выполняются эти упражнения. И для тех людей, у которых сегодня есть проблемы в позвоночнике, а они почти у каждого бывают, проявляются периодически, то первых два цикла они обязательны. Дальше ещё циклы, третий, четвёртый, пятый цикл, это те, которые хотят упрочить и укрепить свою систему. Вот при нарушениях осанки, болях в спине, пожалуйста, этот комплекс упражнений простой, элементарный, без всяких отягощений, напряжений дополнительных. Вообще, в школах физического воспитания много всяких систем имеет, много направлений, вот, но бездумное поднятие тяжести, без учёта возраста и возможностей человека может привести к травмам и к нарушению работы. Я могу сказать, что просто бодибилдинг или так, культуризм в том или ином виде, как и без организованной, безучётной работы, может быть, оказать большой вред организму. у спортсменов, которые это делают неграмотно, можно вызвать сердечно-сосудистые заболевания. Вообще, перегрузки могут способствовать нарушению многих функций, в том числе и циркуляцию лимфы, крови, межтканевой жидкости, нарушение обменных процессов. Поэтому, во всём нужно соблюдать меру и заниматься грамотно. Если всё выполнено по правилам, тогда и польза будет большая, и будет эффективность. А если всё это бездумно, вот так, грубо говоря, бей-беги, то пользы немного. Известно, что при занятиях спортом и физической культурой возможны травмы. какие были бы ваши рекомендации для минимизирования? Конечно, прежде всего это хорошая разминка перед основным упражнениями или перед основным видом. И подготовка спортсмена должна быть настолько разнообразной, чтобы он и так называемая базовая физическая подготовка должна быть разнообразной, независимо от специализации. Поэтому для того, чтобы травм не было, нужно тщательно разминаться. Такой вид спорта, как футбол, очень травматичный и часто из-за того, что люди, практически, приходя на площадку или на поле, на стадион, сразу же включаются активные движения, начинают бегать за мечом, отрабатывать какие-то элементы, и это оказывается неполезным. Нужно хорошо размяться, разогреть свое тело, размять свои мышцы, связки, сухожилия, подготовить к их нагрузке. Вот примечательно, что в марафонском беге человеку предстоит пробежать 42 километра 195 метров. Но если посмотреть на профессионала, то перед этим, перед этой нагрузкой он еще проводит часовую разминку. Выполняет бегает, разогревает тело свое, потом выполняет упражнения, специальное ускорение, специальное упражнение, и лишь потом только становится на старт соревнований. Так в любом виде спорта. Когда сразу если мы начинаем заниматься, то это чревато травмами. Ну и надо знать способы и средства восстановления. Массаж одно из эффективных средств восстановления после физических нагрузок. Массаж может быть и подготовительным перед тренировкой или перед соревнованиями тоже, для того, чтобы подготовить ткани к правильному выполнению вот этих нагрузочных заданий. А какой комплекс упражнений вы бы рекомендовали? На самом деле каждый может стать автором своей собственной гимнастики. Прежде всего нужно растягивать свои застоявшиеся мышцы. И там, где вы чувствуете скованность, в том направлении нужно работать. Но гимнастику нужно начинать так, сверху вниз. Разминаем руки, плечевой пояс, потом мышцы туловища, потом нижние конечности. И упражнений может быть большое разнообразие. Здесь об этом не расскажешь, не покажешь, но простые элементарные движения на растягивание, которые выполняются с разным режимом, они доступны, понятны каждому человеку. Можно на примере одного комплекса потом разработать и с этим комплексом упражнений его развивать, расширять возможности. очень хорошо делать то, что у человека плохо получается. Если плохо где-то растягиваются мышцы, плохо поворачивается тело, вот в том направлении работать, держа свое тело как раз гибким, подвижным, эластичным, легким. Правильная физкультура и зарядка придают человеку бодрость и легкость. Каково ваше отношение к вредным привычкам у молодежи и как научиться их преодолевать? Потому они называются вредные, потому что они вредные. На самом деле их большое разнообразие и не только у молодежи они есть, но привычки формируются в силу каких-то обстоятельств. Что можно отнести к вредным привычкам и абсолютно абсолютно вредным? Это курение, это употребление алкогольных напитков, это употребление энергетических напитков, это курение сегодня электронных сигарет, это безделье, это тоже вредная привычка, лень это одна из важнейших вредных привычек вообще человечества, когда человек ничего не хочет делать. Ну, потому они и вредные. Так вот, чтобы заменить вредные привычки, нужно создать хорошую привычку. Могу сказать, просто, если бы человек знал, насколько вредна она, насколько она оказывает влияние на будущее здоровье человека, человеком. Вот, к примеру, курение. Одна выкуренная сигарета, по подсчетам ученых, сокращает жизнь человека на 19 минут. Посчитайте, сколько минут выкуренная пачка сигарет. А если посчитать, сколько таких пачек человек выкурил, и сколько лет он уже курит, то мы знаем, что человек значительно может сократить свою жизнь только из-за этой привычки. Мало того, он приобретает благодаря курению, человек в 6 раз больше, может, активнее заболевает сердечно-сосудистыми заболеваниями, скачки давления, нарушение циркуляции крови, ишемическая болезнь сердца, стенокардия, инфаркты, инсульты. Это все может быть в результате курения. Поэтому просто нужно хорошее просвещение, нужно хорошая образовательная программа, которая показывала бы, насколько это вредно. Вторая вредная привычка употребления таких легких, так называемых алкогольных напитков, как пиво. К сожалению, сегодняшние производители недобросовестны при приготовлении таких напитков и используют различные ухищрения, всякие добавки, добавляют различные окислы, для того, чтобы быстрее созрело это сусло, из которого потом варят пиво. И это все привносит и делает этот напиток еще вреднее, чем он был бы сделан просто натурально. Шипучие напитки, различные энергетические напитки, все это неестественные продукты, которые... Вредная привычка, например, пить кофе часто и регулярно. Кофе хороший напиток, но когда он употребляется редко. Точно такой же напиток чай, если это сделать беспрестанно, организм держать в тонусе, ведь чай тонизирующий напиток, кофе тонизирующий напиток. Когда это необходимо, можно это сделать, но делать это, если постоянно и регулярно, то в конце концов организм начинает этому сопротивляться и активнее изнашиваться. Переедание вредная привычка. Поэтому со всякими этими вещами нужно работать, а работать очень просто. Нужно создать противовес позитивную и положительную привычку. Что касается курения, то тут никакой пользы нет, ни на йоту, ни на грамм. Поэтому с этой привычкой нужно просто не покупать сигареты, не стрелять эти сигареты и просто не использовать их. Больше ничего не остается делать. На женский организм курение сигарет влияет еще особым образом. Это влияет даже на ее генетику. Женщина, которая курит, девушка, которая курит, очень сильно влияет на будущего ребенка, которого она когда-то ей придется его рожать. И оказывается, что курение матери до даже беременности, до зачатия этого ребенка оказывает на здоровье этого ребенка очень важное значение. Я с такими вещами сталкивался и сталкиваюсь постоянно. Привычка формируется 21 день. Три недели надо регулярно повторять одно и то же. С некоторым таким напряжением и усилием. Придет момент, когда эта привычка создает автоматическое, она уже достаточно сформирована, и человек даже не замечая, когда ее выполняет, и она не требует никаких у него ни физических, ни духовных усилий для того, чтобы это сделать. Так что с вредными привычками просто их нужно преодолевать и заменять. Больше ничего. Какую роль играет традиционная русская баня для поддержания здоровья и долголетия? Да, вопрос по адресу, потому что баня в моей жизни играет огромную роль и играла всегда. Я даже имею отношение к изданию и написанию книги, которая называется «Бань к по-белому», а второе название «Исповедь заядлого парильщика». Я ответственный редактор этой книги, и тут книга небольшая, но довольно емко содержит материал, который позволяет, там есть такие главы, хорошая баня стоит хорошего доктора. Простые правила для большой пользы. баня на самом деле, но не только русская баня, вообще все эти тепловые процедуры, есть разные, финская баня, русская баня, есть баня японская, афура. В моей жизни баня случилась очень рано. В десятилетнем возрасте я попал в общую баню, где было даже немножко страшновато, потому что все было в тумане, было шумно, крикливо, люди что-то делали, потом шлепали друг друга по спинам, кричали, там кто-то там друг друга массировал, растирал, на это наблюдал мальчишка десятилетний, смотрел на это с некоторым так настороженностью и напряженностью. Потом я привык и стал смотреть, что делают люди, стал тоже повторять, оказался и в парильном помещении, где первый раз это было очень страшно и странно, но потом это сделало меня приверженцем бани, и я уже к восьмому классу, я уже был настоящий парильщик, я ходил с веником, который заранее готовил, я стоял в очереди, потому что в баню, чтобы попасть надо было, вот я говорю о бане и тут же начинаю покрываться потом, потому что сейчас для меня баня сразу рефлекторная такое, вызывает такую реакцию организма. На самом деле это очень эффективное средство и восстановления, и лечения, и баню можно использовать при многих заболеваниях, и я это опытным путем проверил, при многих нарушениях баня оказывает благотворное влияние на весь организм. Единственное, что нужно соблюдать принципы, правила и алгоритм поведения в бане. Единственное, что в бане должна быть микроклимат, оптимальный, слишком высокая жара это неправильно, и большая сухость, или баня сухого жара, которая называет финскую баню, на самом деле это не совсем так. В бане должна быть определенная температура от 65 до 75 градусов, и влажность должна быть 35-40 процентов. влажность. Вот этот микроклимат позволяет хорошо себя и комфортно чувствовать, и в то же время качественно прогревать все части человеческого тела. Ну, важно для новичков и для людей, только пытающихся этим использовать баню как в качестве профилактического лечебного средства, очень важно понять, что просто так неподготовленным в баню идти нельзя. Нужно тело подготовить. Я рекомендую в этом случае первое, зайти под душ теплый, растереть все тело мочалкой, притом так тщательно, особенно тщательно ноги, туловище, и лишь только после того, когда вытереться, слегка как бы промокнуться простынью и зайти в парильное помещение, стараться лечь, не стоя и даже не сидя, а лежа. Первые 5-7 минут побыть в этом помещении, чтобы организм адаптировался к вот этому климату, банному климату. После этого выйти из этого помещения, отдохнуть, и уже это как бы нулевой заход. А первый заход будет заключаться в том, что человек заходит уже с веником, располагается на полке, притом туловище на одном уровне с телом должно быть. На сайте у меня есть два ролика. Один ролик 36 минут, где я там все последовательно рассказываю, начиная с того, как я готовлю баню, как я вяжу веник и показываю, как я его делаю, какие я травы использую в бане для аромата и для ингаляции, потому что ингаляция этими травами, собственно, все эти полезные вещества сразу попадают в кровь. и показываю последовательность действий. Там сначала я с партнером это показываю, вот это 36 минут я там парю человека и показываю, как это делать и что делать с веником, какая последовательность, алгоритм. А потом у меня есть ролик 9 минут, где я показываю, как париться самому без помощника. И тоже там существует некий порядок и регламент. И вот, когда соблюдены все эти правила, уникальность бани даже трудно переоценить. Она настолько эффективна, настолько восстанавливает силы и способствует обновлению, очищению организма, но нужно делать это правильно и грамотно. Вот, обратитесь к сайту, посмотрите два ролика этих, и вы поймете, насколько эффективна баня может быть в решении оздоровительных и лечебных задач в нашей жизни. Сергей Владимирович, большое спасибо за интересную беседу, которая, вероятно, у многих вызовет желание совершенствования массажа и оздоровления организма. И в заключении хотелось бы услышать ваши пожелания подрастающему поколению молодежи. Первое пожелание – будьте здоровы. Это очень важно и необходимо. Второе – если вы хотите попасть на курсы, пожалуйста, обращайтесь на сайт, там есть реклама, где вы можете узнать расписание наших курсов. Там же вы можете найти материал по поводу этих книг, их даже бесплатно скачать. А еще у нас ролики, видео, на которых их тоже можно заказать и какие-то можно тоже скачать с сайта на дисках, которые позволят вам самостоятельно заниматься и иметь учебный материал, учебные курсы у себя дома и пользоваться этим столько, сколько необходимо. А еще я хочу сказать, что для того, чтобы быть здоровым, нужно приложить усилия. Для этого нужно постараться. Без усилий здоровье не приобрести. Здоровье такой фактор, который нужно зарабатывать. И для этого только нужно быть грамотным, образованным в этом плане и знать, из чего складывается здоровье. Я бы мог еще дать совет врачам и сказать такую важную вещь. Врач прежде всего должен быть специалистом по здоровью, а потом уже специалистом по каким-то клиническим заболеваниям. Сначала быть нужно специалистом по здоровью, а потом травматологом, офтальмологом и другими терапевтам. Для этого не так много нужно знать, но все-таки знать нужно. Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok